Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию немножко необычную приманку. Но я ей уже на протяжении не одного года с успехом ловлю окуня, щуку. Чем-то она напоминает попер, но учитывая то, что воронка у меня значительно глубже получается. Бульканье более привлекающее. Изготавливается достаточно просто. Из пивной бутылки обыкновенной я отрезал кусочек вот такого пластика. И из него я вырезал вот такой формы треугольник. Он обязательно должен иметь вот такую форму с закругленными краями. И вы потом, когда будете сворачивать воронку, вы потом убедитесь сами. И вот эту часть я подрезал буквально миллиметров на пять, мелко-мелко-мелко, но на равную длину. Для того, чтобы мне вот здесь можно было потом закрепить. Величина этих воронок, как вы видите, может быть разная в зависимости от того, какой крючок. Вот внутри она имеет вот такую форму. Подправить вы ее сможете всегда, используя утконосики. В зависимости от крючка вы себе изготовите и конус. Вопрос стоит только лишь в том, что один минус для нее, это необходимо брать с длинным цевьем, для того, чтобы можно было здесь нам привязать нашу приманку. Или же изготовить ее глубже, сюда сделать отводной поводочек. Как вам будет удобно. Я предпочитаю использовать в таком варианте, чтобы колечко слегка у меня выглядывало. Значит, я беру с удлиненным цевьем крючок. В данный момент я буду вязать для ловли окуня. Ничем не подгружаем. Довольно-таки простой, вы сами сейчас убедитесь. Увожу в сторону мой колпачок. Его можно даже снять, если он вам мешает. Желательно так, чтобы на территорию, где находится колпачок, мы не залазили. Так как эта воронка у нас будет формировать квок наш. Промазали немножко клеем. Проверим еще раз. И закрепим здесь нашу нить. Где-то приблизительно на 5 миллиметрах, чтобы можно было прихватить наш конус. Промазываем нить еще раз. Хорошо, обильно, не стесняясь. Но конус наш держится только лишь за счет этой нити, которой мы обмотаем. Эта пластмасса этим клеем не клеится. Подхватили. И теперь не имеет значения, где будет у вас прорезь. Вверху или внизу. Главное, чтобы полость была закрыта. Ставим на место, где мы будем крепить. И теперь уже достаточно хорошими, крепкими, плотными витками начинаем подхватывать наш конус. Следим за тем, чтобы у нас оставалось место для колечка. Чтобы могли закрепить наш крючок. Вот где-то вот так. подхватим еще нитью. Он у нас получается так, что сам себя центрирует. Не будет уходить у нас ни влево, ни вправо. Если мы подожмем его вот так конусом, вот так же он конусом и останется. и окончательно подхватили. И теперь промажем клеем и наше цевьё до загиба и то, что мы с вами сейчас подмотали. Теперь я возьму совсем-совсем немножко такую щепотку приблизительно на толщину ампулки. Меха песца. Цвет подберете себе сами. Я беру морковный. Убираем подшерсток. но нам здесь не очень нужен. И теперь так, чтобы охватить цевьё сверху и снизу прямо-прямо до крепления нашего конуса. Проматываем вот так проматываем наш мех. Вот так. Вот такой длины сейчас я вам поверну камеру. Вот такой длины у нас получается хвостик. Вполне его достаточно для того, чтобы он у нас и не погружался и в то же время стабилизировал вращение. Как вы видите, конус у нас достаточно крепко держится. Теперь мы берём с вами добавим немножечко люрекса. Вот тут голографического. Я взял по остаткам, какой у меня, допустим, имелся. И здесь я его закреплю. Люрекса добавлять надо в меру. цвет практически не имеет значения. Главное, чтобы привлекала нашу рыбу своим блеском. Подхватили с одной и с другой стороны. Обрезали, подровняли. Закрепим теперь сверху. Закрепили сверху. Опять подровняли. Остатки отрезали. И, как обычно, я для того, чтобы мне в дальнейшем это ничего не мешало, я беру, промазал вот так немножко клеем. Посмотрел, что у меня вышло. Вот такая хорошая кисточка и должна у нас получиться. Теперь я беру место крепления, промазываю еще хорошо раз. Здесь можно намотать любой тесьмой, синелью, даббингом. Как вы сочтете нужным, нам только лишь закрыть вот эту часть, которая у нас осталась на месте крепления. Я возьму немножечко блестящего люрекса, вернее даббинга, вот такого. Но возьму уже, наверное, наверное, возьму, пусть будет розовый, щепоточку. Можно намотать перо. Это как вам будет подсказывать ваша фантазия. варианты всевозможные. Я пробовал разные и с пером, и без пера, и даже чистая кисточка примотанная, так как были очень длинные, чистая кисточка примотанная уже была к основанию моей трубки. Вот и все. Добавим немножко клея на нить и сделаем завершающий узел. Если по каким-либо причинам ваш конус будет держаться плохо, сделайте больше радиус. За счет того, что у нас будет больше радиус, вы тогда сможете его несколько толще изготовить. То есть будет не с таким вот нахлёстом, как у меня вышло, а чуть ли не до половины тела. Пробуйте, экспериментируйте и он достаточно прост в изготовлении, как вы видите. Подровнять, как я уже говорил, если какие-либо причины. Вот спокойно можно взяли, подровняли конус, вывернули, подвернули края, как вы захотите. Можно развернуть пошире. то есть хороший качественный эффект, как вы видите. Вороночки булькает, плюхает, звук издает очень хорошее. Всё, друзья мои, благодарю вас за внимание. До скорых встреч.